Доброе утро всем! У нас сегодня, знаете, что произошло? Вы офигеете! Время 10.42 На самом деле А вчера было бы на час меньше, по-моему, да? В общем, переводим часы О! 10. Чего? 10.42? А ну правильно, почти 11 Меня это не очень радует, потому что время уже почти 11 Я только встала, что ли, не пойму Пипец! Ну не только встала Начала пылесосить Еще не допылесосила, а пылесос-то и сдох Стоит там он Набирает сил Сейчас погоду покажу Погода у нас сегодня замечательная Вот, поэтому Сейчас пойдем на наш пятачок С Чарли... Нет, сначала... Нет Я только позавтракала Что надо сделать? С Чарли пойду на пятачок, погуляю Потом, когда приду, минут через 10 Пойду позанимаюсь Потому что только что поела И как бы, если я пойду сейчас Заниматься, то вся еда у меня просто Вылезет назад Ну я съела кусок бисквита Кекс Кофе Вкусный, зараза Вот утром только Позволяю себе кусочек Потом все А потом все Так вот, все Убрано кровать Тра-дам Тра-дам И что буду делать? Не знаю Вот прям не знаю Сегодня суббота Типа выходной Ну тут каждый день Выходные В общем, да Поживем, увидим Погода такая хорошая Не было бы карантина На пляж поехала бы Покуляла бы Морюшко вам показала А так ходим По своему пятачку По детской площадке В 100 метрах от дома Блин, ну когда же это все Закончится-то, а? И ни конца, ни края нет Не видно Уже прям, знаете Напрягает Сильно Что же такое Затворится-то в мире, а? Все с собаками Здесь очень Четыре собаки Хочет Раньше ни одной не было Сейчас четыре Все сюда приходят И все на привязи Сейчас кружок дадим Мой Чарли может В туалет сходить И через час И через пять минут Сейчас Потому что нет никакого Как это сказать Графика, да? Я раньше-то Мы выходили На работу Всегда в одно и то же время Вот А сейчас у него Нет такого времени И поэтому он может На террасу сходить А потом я его Вывожу гулять Откуда я знаю Сходил, а он не сходил Ну в общем Вы поняли Графика никакого нету Чарли вообще В шоке Раньше мы выходили На улицу Он хоп Через пять минут И в туалет ходил А сейчас нет Сейчас все сбилось Там, вы видите Тоже с собаками гуляют Так дадим кругу Круг друг за другом Походим А что делать У меня все Как всегда по плану На море Горы Сейчас, представляете Гуляла И вижу На балконе Сейчас же все ведут Балконную жизнь Разговаривает Женщина А я такая смотрю Смотрю А это Слышите моего чучу А это женщина С которой мы ходим На спортзал Представляете Мы с ней хорошо Так общаемся Вот И мы так Я даже не знала Что она здесь Рядом с нами живет Представляете Так как сейчас Все на балконе Тусуются На балконе И вот на крышах Там вот мужчина Снимает белье В Испании Кстати Нет такого распределения Знаете Сильного прям Что мужского И женского Здесь делают все Кто может Поэтому такое Что типа Вот Муж там это делает А ты что сидишь Он захотел это сделать Он и делает Любой пример Там белье вот снять Или там машинку поставить Стирать Или посуду помыть Или приготовить Или полы помыть У кого какой А сейчас Вообще Знаете Есть желание Встал И пошел И сделал Потому что Хоть чем-то Себя занять Но это Я отвлеклась От темы В общем Мы с ней Я даже не знала Говорю Что она рядом С нами живет И я такая Ой Говорю Я так рада тебя видеть Говорю Я так скучаю Она говорит Ты не находишься В нашей группе Где вот там По сумбе Я говорю Нет Я если честно Могла бы там Сказать Извнесите мне Но не хочется Потому что Там очень много Человек И я представляю Как телефон Просто разрывается От всех этих СМС И СМС И Ватсап Девчонки Наши тренерши Они выходят Онлайн Дают тренировки Поэтому Все зашибись И как бы Оть Прибежал Прибежал Моя рыба Сляткая Ты что ко мне пришел Сейчас мамка Заниматься будет И ты что ли с ней Да Скажи Мам Что так мало Со мной гуляешь Раньше по часу По полтора Ходили А сейчас Десять минут И все Да Да Моя рыба Сляткая Да Ой Ой Счастье мое Кудрявое Вот И в общем Я так рада Ее была видеть Она тоже На с кем-то По телефону разговаривала Тут бросила телефон Ой Я так рада Тебя видеть Там Типа Когда все это Закончится Как мы начнем По новому В общем Да Представляете Вот такие вот У нас встречи Балконные А как иначе Ладно Теперь будем Заниматься 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 супчик готов смотрите он какой вкусненький с пшеночком и с укропчиком но есть еще не хочется какой обалденно вкусный время то перевели это к знаете готовлю готовлю блин что-то не жрать то не хочется это время то перевели поэтому не хочется тут у меня уже оладушки как вы поняли ладушки ладушки у оксаны будут оладушки из кабачка я люблю эти оладушки а еще больше всего я люблю тройки со сметаной картофельные вкусняшка такая надо приготовить как-нибудь на днях но не сразу калорийные мне сметанка же есть все послезавтра и когда может быть даже завтра приготовлю очень пока это все будет а морковку надо покрошить в суп чтобы вот потому что вот это вот все будет выбрасываться а морковку надо покрошить витаминчики в этом слушаем новости про коронавирус вроде бы как ситуация налаживается но у нас все еще семь не все еще а число заболевания ваши возрастает и вырастает на данный момент 78 тысяч с лишним зараженных представляете офигеть но зато 14 тысяч уже вылечились от этого коронавируса и вроде бы ситуация налаживается и вот прям вот на днях на следующей неделе вот будет это как как это такая будет неделя такая ну в общем после которой должен быть уже спад заболевших так что сидите дома и я буду сидеть дома тем более уже две недели прошло мы уже мне кажется более-менее привыкли к этому ритму жизни вот поэтому как бы прорвемся чем больше мы будем сидеть дома в том плане что меньше ходить за хлебом меньше вот мне нужно только вот ходить например один хлеб нужен вот такой я за ним не пойду чтобы как говорится сама сделаю тем более дрожжи у меня есть из одного хлеба я в магазин не попрусь извиняйте а вдруг заражусь а вдруг да ну нафиг здоровее буду и вам того же советую ну честное слово почему никто не сидит дома в россии кошмар никто не сидит дома я сегодня знаете кого видел гузеева она по моему да ведет программу давай поженимся как она там матерком мама там прям такая сидите дома вы куда все пошли в инстаграм по моему видел или где он правильно говорит ну правильно в москве посмотришь все шарахаются все на детский у нас вы знаете я вот вчера лежала я же у меня опять много времени на то чтобы подумать я засыпаю долго за две недели вот что мы сидим на карантине я все-таки выхожу там из чарли гулять дальше я ни одного ребенка не увидел на улице ни одного ребенка я не увидела пожилых на улице тоже нет вообще нет ходят вот в магазин вот 30 40 лет вот такой возраст ходят все в магазин либо вот собака выгуливать детей на улице вообще нет ни одного я за 14 дней ни одного ребенка не видела на улице представляете просто что-то задумалась вот хотя я понимаю как им тяжело и дети это вообще дома чтобы ему сидеть это кошмар у нас хорошо хоть есть крыша и вот я когда занимаюсь или еще что-то я слышу что там дети у нас у соседей они вообще такие бешеные там страсть какие они даже вот они все время помните я вам как-то говорил в проходе футбол играют и все такое они даже в проход не выходят у нее дверь постоянно закрыта тоже об этом вам говорю открыто постоянно она сейчас дверь не открывает от нее так из комнаты каждый день полы моют и вот дети у нее на крыше играют футбол они у нее два мальчика это вообще ураган какой-то но они сидят дома детей на улице вообще нет ни одного так что правильно делают мало ли береженого бог бережет ну почему бы не посидеть вы знаете чем больше мы будем шарахаться по улице тем дольше все это будет продолжаться хоть если о своем здоровье не думайте хотя бы подумать о том что если чем больше мы будем шарахаться тем больше мы будем сидеть на карантине а кому это надо мне вот это не надо потому что бизнес мой стоит бизнес а платить надо все кстати мне завтра нужно будет идти к бухгалтеру а вот отнести ему бумаги чтобы мне налоги делал и потом как налоги платить я платить надо будет но вроде бы сказали что можно будет их потому что нас налоги нужно платить с 1 по 20 число несмотря на то что карантин до 11 я в этом не уверена мне кажется что его продлят может быть будет еще время заплатить фиг уж на поживем увидим чё гадать да с чесночком ну пойду еще полежу вот такой у нас обед смотрите со сметанкой я там покрошила куклы что оставалось на кости какое мясо от рыбы голову съем ням 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 и вот такие вот оладушки вкусняшки всем приятного аппетита замечательная погода сегодня вы знаете сейчас читала ваши комментарии и вот один комментарий там был как раз про собак про то что они вирус разносит или еще что-то как только начался этот вирус не здесь в китае по моему и начали всем там у них была тоже такая проблема мой чуть как кричит что начали собак как это сказать-то выбрасывать не выбрасывать блин отказываться скажем так от собак кошек типа они вирус разносят главный разносчик вируса это человек не собака не кошка не птичка не рыбка это человек вирус передается капельным вот этого чихну плюну вот так передается вот я чихнула в руку взялась за ручку дверную вот он там и остался воздухе вирус не летает я даже вот так чихнула он пока до земли летит он уже погиб поэтому на земле вируса нет он на на ручках за которые люди хватаются друзья люди не собаки не кошки люди это те люди которые за сигаретами ходят три раза в день за хлебом ходят три раза 9 вот они стоят в очереди друг на друга чхают приходят из дома вот так вот сделали захватили за дверную ручку мой чарли до этой ручки никак не дотянется за нее возьмется мой сосед который идет за мной следом пятый раз он сходил за хлебом он схватился за эту ручку и потом тоже самое в рот ее потащил поэтому никакая не кошка не собака заразить вас просто не может вирусом нет даже такой статистики люди даже об этом не говорят что они наоборот говорят о том что вот все я вчера даже видела что собака не передает это вирус на лапах он идет по земле на лапах тащит вирус не тащит потому что вирус как он в воздухе не летает не летает он в воздухе и до земли пока он долетет он долетит он погибает но если уж так волнуется кто-то например я очень переживаю у меня крыша едет вот мой чарли меня может заразить он меня может заразить также как и я сама себя кроссовки у меня тоже по земле ходят правильно живите вот я прихожу домой кроссовки я ставлю у себя там где у меня свежий воздух чтобы уветрилось а лапы чарли протираю но не потому что вирус в стране а потому что это всегда я так делаю вот он прям садится у меня на пуфик я ему протираю лапы он берет свою чучу и идет жрет все так что вот это вот это высказывание что собака зараживает человек человека человека зараживает человек мы 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 заразим зараживаем друг друга почему потому что мы дома не сидим потому что мы идем в магазин у меня хлеб закончился вот я стою в этой очереди 30 человек метр у нас перед методом в В магазине мы друг с другом сталкиваемся. За хлебом пошли, хлеба нет. Сигареты, курить надо. Вот самый замечательный момент для того, чтобы бросить курить. Или там еще что-то. А вот это высказывание, просто комментарий почитала, что там типа собака ходит лапами, хвостом своим, типа это там загребает все. Чтобы моя собака не загребала ничего хвостом, я ему подстригла его еще далеко. Помните, я не знаю, кто меня давно смотрит, знает, что я ему хвост подстригаю постоянно, чтобы он не волочился. Не потому что коронавирус, но потому что на него все липло, листья и все такое. Поэтому вот эти высказывания, что собака может заразить вирусом, вот покажите мне какую-нибудь страницу, допустим в фейсбуке или еще где-нибудь, где написано, что человек заразился от собаки. Я такого еще ни разу не видела. А вот что человек от человека заразился, такое было. Поэтому надо нам сидеть дома и следить за своими собаками. Если у вас такая паранойя, что вот он вас заразит, ухаживайте за ним так же, как и за собой. Вот я прихожу, допустим, с Чарли, я ему лапу мою, у меня, я знаю, что на улице, я не хожу с ним в магазин, где у нас вирус, где мы можем заразиться, где скопление народа. А если я пойду на пятачок, где там вообще никого нет, он не может заразиться. Ни меня заразить, ни я не заражусь. Поэтому, когда высказывание такое, что собака может заразить коронавирусом меня, и вообще мне смешно, а это вот люди вот такие, вот честное слово, потому что они уже бросаются из крайности и в крайность. Страшно ходить в магазины, за сигаретами, за хлебом. Купите, блин, 7 булок хлеба на неделю и заморозьте, как я это делаю. И не надо будет бояться его, этого вируса. Я с собакой ухожу каждый день гулять. Никакого вируса я еще не прихватила. Здорово, как корову. Почему? Потому что я за хлебом раз в неделю хожу, дорогие друзья. Так что, вот теперь, надеюсь, вы поняли мое высказывание о том, что собака болейшего бреда я не слышала. Я считаю, что так говорят неумные люди, которые в этом не разбираются. Нам проще кого-то обвинить. Вот нам, людям, проще кого-то обвинить. Переложить свою ответственность на кого-то. В данном случае на собак. Типа, это меня собака заразила. Это не я сама заразила всех кругом. Сама заразилась и всех кругом хожу. Зараживаю, потому что мне то за хлебом надо, то за сигаретами надо, то мне за апельсином надо, то мне за бананом надо. Нет, это не я зараживаю. Это моя собака, которая раз в день вышла погулять. Вот она всех зараживает. Просто прям честное слово мне, когда читаю, вот я когда увидела, у нас постоянно фейсбук, ну, вы в испанском пользуете, там постоянно говорят, кошки, собаки не могут передавать вирус и они не могут вас заразить. Главный источник заражения это человек. Ну, вот чем я думаю, что я могу, вот это я наговорила. Ну, а что еще? Просто это больная тема для меня. Когда мне говорят, что типа собака может заразить, это бред какой-то. Что я пойду делать? Я вообще-то хотела кофейку. Просто мне так нравится мой вид. Ну, такой классный. Я вот так себе оставляю, потому что с той стороны у меня соседи и они как бы за мной могут подглядывать. А с этой стороны у меня стена и, в общем, так мило, так уютно и так свежо, потому что у меня все время здесь открыто окно. А муж не любит, когда все открыто, он не любит сквозняки. А я люблю. Вот смотрю, 23 градуса. Вот, в общем, замечательно. Пойду кофейку выпью. В общем, можете высказывать свое мнение у меня в комментариях, как вы думаете про собака. Но частота собаки только зависит от вас. И все. Это как, допустим, я хожу как поросенок, а мой Чарли тоже, значит, как поросенок. Дима, я вам сейчас покажу. Дед, Чарли, как он может заразить? Ну, как он? Тем он может заразить? Он у меня самый здоровый в мире. Самый здоровый. Вот, вот, вот. Скажи всем пока. Всем пока. Всем пока. Счастье мое. Счастье мое. Все, моя чистюля моя. Да. 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 Друзья, представляете, уже 8 часов. Время перевели. Слышите, хлопают все. Сейчас у нас тоже начнут. Я совсем забыла про этот момент. Поэтому вот так. Будем сейчас хлопать. Подтягиваются люди. Так как у нас сегодня перевели время. Видите, теперь всех видно. Слотом уже дружнее. А еще я не знаю, как перевести время вот на этих часах. Здесь всего лишь 7. Надо найти инструкцию, чтобы перевести там время. Я почему-то думала, что оно связано как-то с этим, с телефоном. Но, видимо, нет. Так, а где же у меня инструкции там? Инструкция. Так что я буду разбираться, как и что перевести. И вообще это какое-то занятие непонятное. Соседка там ходит. По балкону она очень редко там ходит. Что она сейчас там туда делает? Цветок либо поливать, что ли, или еще. Подглядываю, подглядываю. В общем, буду переводить время. 8 часов, а так светло. Как так? Я не привыкла к этому. Смотрите, вот. Салимон уже. Видите, сколько сока здесь он уже. Кстати, про соль вы спрашиваете. Рыба же берет соли, сколько ей надо. Она ни больше, ни меньше. Это как солить сало, например. Его же пересолить, ну, пересолишь, конечно. Но обычно оно берет столько, сколько ему надо. И за сутки не так уж оно и пересолится. Сейчас я все это промою. Соль. Видите, оно подтвердело такое. В общем, сейчас буду я промывать от соли. Так, что я делаю. Смотрите, какая она. Она, в принципе, уже готовая, уже соленая. Но, чтобы она дошла, я вот так вот порционно подрезала. Потому что одного куска большого мне, естественно, много. Вот, а вот это вот достану. В общем, вот так порционно вот такие кусочки я себе нарезала. Вы как хотите, как вашей душе угодно. Если семья большая, можно и целый кушмар оставить и есть его. И нужно его вот так вот завернули в пленочку или в пакетик положили. И на сутки оставляем в холодильник. Вот так вот от соли помыли, вытерли бумагой и на сутки положить его в холодильник. Но я в рыбе не уверена. Я не знаю. Всякие там червячки, мурвячки, танияки, кусияки в ней находятся. И что я делаю? Я не выдерживаю в холодильнике сутки. Я ее отправляю в заморозку. Как бы ни говорили, там рыба такая, сякая, там в ней ничего нету. Отправляю в заморозку. Мне не важно, кто что говорит и как это делает. Сказано многими, что все эти танияки, сюияки убиваются заморозкой. Причем не 3-4 часа, а минимум 24 часа. И вот эти вот все кусочки я просто отправляю в заморозку. Рыбе ничего не будет абсолютно от замораживания. Да я и эти куски, естественно, буду есть не одну неделю. Бумажка. Поэтому достала потом вот так вот из заморозки. Порезала. Ее мороженое очень легко резать тоненькими кусочками. Поэтому все намного удобнее. Вы можете на сутки положить в холодильник просто, чтобы она дошла. А я отправляю ее на двое суток в морозилку. То есть я кушать ее буду через двое суток. Все легко и просто. Нереально вкусно пахнет. Смотрите она какая вкусняцкая. Все просоленное. Все как надо. Ням-ням-ням. Укропчик, дымочек. Только пленка закончилась. Надо в список записать. Вот такие дела. Я тут приготовила себе ужин. Яблоко, фруктов совсем беда. Нету. Может быть к индийцу схожу. Он тут у нас недалеко работает. После обеда. По-моему тоже до трех. До скольки сейчас магазина. У всех поменялось время работы. Поэтому даже не знаю. После обеда вообще у нас все закрыто. В семь часов большие магазины закрываются. В общем не знаю. С этой недели вообще будет все закрываться. Непонятно как. Непонятно что. Ну ладно. Переживем. Выживем. Вот такая вот рецепт. Сейчас буду заворачивать и отправлять в морозилку. Слышите сирены? Это у нас восемь. Ездят полицейские и скорой помощи. Потом по главной улице. Вот. Ну такой вот знак этого всего. Вообще сегодня не знаю как усну. Потому что спать-то надо будет в одиннадцать идти. Что так красиво. Смотрите. Вам все равно не передается. Что там такое? Потому что я же в меня режим. Я в двенадцать спать ложусь. Я не отходила. У меня все-таки такой же режим, знаете, чтобы не спать до двенадцати. Я все так же рано встаю. Да мне и не удастся поспать подольше. Потому что Чарль для меня всегда будет пол девятого. Там хоть ты обкакайся. Он все начинает бегать по кровати. Он меня не будет. Он знаете как бегает под кроватью. Ляжет вот так рядом со мной и дышит мне в лицо. Так смотрит на меня. Смотрит. А как можно спать когда на тебя смотрит? Так что вот в одиннадцать спать это, конечно, тяжело. Чайки. Нет, это не чайки. Это ласточки. Слышите, какие сирены. Ой, погода замечательная. Прям весенние. Скорее бы все еще слышно хлопки. Скорее бы все это закончилось. И можно было бы на море ехать. Но, по-моему, ситуация у нас улучшается. Особенно на нашей зоне Амдалусии. Она улучшается. Ситуация. Мы вообще передовики. Знаете? Вот. Так что так держать. Прям вот, знаете, когда тебе говорят, что улучшается ситуация, нужно еще прям больше сидеть дома. Не выходить как меньше. В общем, чтобы прям быстрее это все закончилось. Вот. Так что я прям чувствую, что скоро все это все наладится. А там у нас месяц. Видите? Месяц. Ладно. Пошла я есть яблоко. И буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Завтра пойдем с вами к бухгалтеру. Но это не страшно, потому что это идти по пустым улицам. Никакого пересечения с людьми у меня не будет. К бухгалтеру. Мы с ним договорились. Я ему оставляю мои документы на ручке. И ухожу. Ну, предупредив, естественно. Потом, когда ухожу, он их заберет. Так что никакого контакта у меня ни с кем не будет. Так вот. Боимся с людьми контактировать. Кто бы мог мне сказать это месяца два назад. Я бы вот так покрутила у виска. А сейчас вот да. Сидим. Кстати, обязательно запишу видео про мои ощущения. И вот хочу на вот план, чтобы было либо вот там, либо вот с той стороны. Пишите в комментариях, как лучше. Такой вид? Ну, там где-нибудь сяду вот так вот вечерочком. Вот такой вид горы или вот такой вид? Ну, там море, но его, естественно, не видно. В общем, подумаю об этом, когда будем подходить к финалу. А пока. А пока всем всего наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока.